Привет, бойцы! Меня зовут Антон. Сегодня я хочу поделиться с вами уроком из моей программы тренировок, который записал специально для вас, где есть теория техники бокса, чтобы можно было посмотреть, понять нюансы техники, есть практические задания, чтобы можно было взять, открыть. Даются задания, и вы их можете делать. И третья часть, физическая подготовка, чтобы можно было поддерживать свою физическую форму. Бесплатный урок, в котором вы сможете увидеть, как все происходит, как происходит обучение. Кроме этого, пройдемся по меню, с вами покажу вам, чтобы вы видели наглядно, как выглядит само меню, по сайту, навигация и так далее. В общем, коротко пройдемся, чтобы было меньше вопросов, чтобы было больше понятно и была польза. Чтобы начать тренировки, необходимо зайти на сайт chipbox.com. Ссылка на сайт есть в описании к каждому видео. Перейти в личный кабинет. Здесь необходимо ввести ваш email и пароль. Пароль приходит вам на почту после оплаты. Я уже здесь, конечно же, авторизированный. Выбираю программу. В зависимости от того, как вы оплатили, это чемпион, либо чемпион плюс тренер. Вы переходите. И здесь открывается приветствие. И идут блоки. Блок 1. Вот здесь сверху есть блоки. 5 блоков. В каждом блоке есть тренировки. Здесь коротко дано описание всех видах тренировок. То есть, первый вид это техника бокса, в котором идут пояснения. Второй вид это практически задания. То есть, где, по сути дела, даются четко задания, что нужно сделать. Они связаны с техникой бокса. То есть, если я рассказываю про прямой удар, то обычно в практических заданиях, опять же, мы отрабатываем прямые удары. С усложнением. Начинается все от простого, далее более сложному. Ну и третий вид, как я уже говорил, это поддержка и развитие физических качеств. К каждому видео расписано, что в этом уроке есть. То есть, разминка. Если это практическое задание, обязательно, конечно же, есть разминка. После разминки идут основные задания и заминка. Сама программа, она рассчитана примерно на 2 месяца тренировок. Но вы можете пройти ее и за 3, и за больше, скажем, повторить несколько раз. Потому что в уроках я даю несколько вариаций одной и той же серии, несколько вариаций передвижений и так далее. Чтобы вы могли не один раз пройти ее, а чтобы могли попробовать сначала выполнить с одной вариацией какое-то действие. После этого вернуться и повторить, выполнить с другой вариацией. После того, как вы уже отточили до идеала, перейти и пробовать сделать. Что необходимо, чтобы начать тренироваться, просто переоткрываете. И сразу же у вас открывается урок. Здесь скачковая двойка. Вся построена тренировка так, что сначала идет приветствие, потом идет разминка. После разминки идут различные упражнения. Здесь скачковая двойка. Соответственно, сначала идет скачковая двойка, как ее выполнить. После этого идут различные усложнения. То есть, сначала двойка, потом защитное действие. Двойка, защитное действие и продолжение атаки. В общем, здесь уже различные вариации. Этот урок не сильно длинный, но любой урок длится около часа. То есть вы можете представить, что это не будет легкая для вас прогулка. Из того, что прикольно, допустим, есть различные задания, контрольные вопросы, которые я задаю, и вы можете проверить себя, как вы отвечаете на них, правильно или неправильно. Допустим, мы прошли урок по передвижению, и есть контрольные вопросы. Я задаю контрольные вопросы на различные темы, и вы можете после вопроса дается пару секунд, чтобы вы могли проверить себя, в голове дать правильный ответ. И потом, после этого я даю свой вариант, чтобы вы могли сравнить свой ответ с моим. То есть, по сути дела, это как онлайн-книга, вы можете посмотреть технику бокса, посмотреть пояснение. Если вы тренируетесь отдельно где-то в зале у вас, то вам будет более понятно, зачем выполнять те или иные действия, как их выполнить правильно, какие есть вариации выполнения тех или иных действий. Я раскрываю темы эффективности ударов, какие варианты сделать удары более эффективными, допустим, урок 31, способы сделать удары более эффективными, выдергивание, провокация. Соответственно, я рассказываю, как необходимо выдергивать, как нужно делать провокацию, чтобы она была эффективна. Далее, приучивание. Соответственно, как нужно делать приучивание, мы знаем, что такое слово прикормил, то есть, как это выполнять, как прикармливать правильно противника, чтобы потом ваши кулаки достигали подбородка, головы противника. Тут же изменение скорости, изменение силы удара, изменение траектории удара То есть все это я рассказываю, поясняю, чтобы вы могли уже иметь представление Как правильно это необходимо нарабатывать, что необходимо делать и так далее То есть много интересного, как в теории, так и в практике То есть, грубо говоря, если вы тренируетесь отдельно, вы можете в каком-то зале Вы можете просто просматривать теорию, как видео книгу Если вы хотите еще тренироваться дополнительно дома, вы можете включать практические задания и выполнять их Ну а если вообще вы тренируете столько дома, то еще вы можете выполнять тренировки функциональные, на физическую форму Они здесь также есть То есть, в принципе, постарался сделать более комплексную программу со всех сторон, чтобы она пригодилась максимальному числу людей Для того, чтобы перейти и начать пробовать выполнить урок, который я для вас оставил Необходимо перейти в описание, там будет ссылка Там же будет ссылка на сайт chabox.com Чтобы вы могли перейти и ознакомиться более детально с условиями Посмотреть, что к чему, там все описание, что есть в тренировках расписано По каждой тренировке То есть, если у вас есть желание или есть какие-то вопросы Вы всегда можете писать мне в социальных сетях, писать на email Я всегда стараюсь помочь, всегда В каждом случае максимально выкладываюсь, вне зависимости от того, приобретаете вы эту программу или нет А те, кто купил, то знают, что я никого не кидаю на произвол судьбы С вами был Антон Тренируйтесь, становитесь сильнее Улыбайтесь и никогда не сдавайтесь Поддерживайте меня лайками и комментариями И до встречи Пока Словно вас пытаются сейчас туда ударить Желательно концовку немножко ускорить И это то, что вам нужно Спасибо за субтитрым.